Открывать шахматный сезон 2018 года во Владивостоке выпала честь школьникам. Ученики различных школ Приморья сошлись в традиционных соревнованиях «Белая ладья». Краевой чемпионат особенен тем, что здесь у самых обычных школьников, отнюдь не гроссмейстеров, есть шанс побороться за путевки на международный финал турнира. В школе, естественно, очень трудно набрать команды в 4-5 человек, то есть это 4 плюс 1 запасной, очень трудно набрать, чтобы они все играли хорошо в шахматы. Поэтому это преимущественно любители, это преимущество дети одного коллектива, и это как бы выравнивает их возможности с другими, то есть именитыми, назовем так сказать, или остепененными шахматистами. Соревнования лично командные, а значит шахматисты отстаивают не только свою честь, но и честь всей школы. Игроки занимаются непосредственно при учебных заведениях. Такая возможность появилась относительно недавно, когда Министерство образования и науки совместно с ФИДЭ стали практиковать программу «Шахматы в школе». Этот вид спорта теперь внедряют в начальные классы как отдельный урок физкультуры. Да и в принципе сегодня стараются организовывать клубы непосредственно в школах и колледжах. Программа уже приносит свои плоды. Я занимаюсь с 5,5 лет, мне сейчас 12 лет, 7 лет занимаюсь. Я достиг много успехов, выигрывала разные турниры, выиграли городские соревнования среди школ, заняли первое место и попали на белую ладью, на край. Есть клуб «Форпост», он находится на Окатовой, там мы занимаемся шахматами каждый день. Причем сегодня популяризируют шахматы не только среди школьников. Недавно во Владивосток прислали порядка 40 комплектов игры специально для детских домов. Российская Федерация также отправила нам шахматы и спортивную литературу для инвалидов с плохим зрением. В целом в Приморской Федерации отмечают, что уже совсем скоро город и край захлестнет череда значимых соревнований для самых разных слоев населения. Если в марте мы проведем первенство Приморского края среди детей, то где-то в начале апреля мы проведем первый этап летней универсиады, студенческой универсиады, где два года назад мы очень хорошо показали ДВФУ, занял четвертое место после Москвы, Питера и Казани. К финалу «Белой ладьи» допустят по одной команде победительницы отборочного этапа от каждого субъекта. Поэтому задача перед приморцами – выявить сильнейших. Они-то и отправятся на международный финал, который пройдет в Сочи уже в июне этого года. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.